меня есть посылочка видно она небольшая поместилась в ящик это наверное интернет пришел с эти как у меня стульчик маленький удобный такой меня выдерживает вася не выдерживает так что здесь наверное интернет наш пришел а нет это что сама зона это друзья сама это друзья сама зона посылка это не не интернет интернет должен в понедельник прийти вот а это получается наш лендлорд заказал нам я его попросила чтобы он купил для холодильника фильтра для воды помните вам пока полете я вам показывал что нужно было его заменить и вот он кстати прислали нам очень хорошо сами купили сделали осмотрю написано василий васю спрашиваясь ты что заказывал что ли посылку или что нет интересно открыла здесь написано что фильтр очень классненько сейчас пойду я поставлю его передняя дверь там закрыта сейчас пойду сюда хай ванюша одетая пескунка да 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 что ты хочешь проверить посылку мой как здорово заказали я смотрела его он 35 долларов стоит я говорю я не буду покупать фильтр мы сюда заселились и фильтр нужно поменять вот дом сдавать нужно ну знаете как обычно когда сдают то все должно быть очень хорошо сделано в принципе все было классно но вот фильтр для воды не хочу и покупать дорогой прислали молодцы ребята так ну что я открыла и очень друзья хорошо кости нам целых три штуки прислали один такой фильтр он годен на полгода кто-то говорит что о это мне надо менять его можно и год пускай будет нет я так не хочу хочу чтобы он он всегда был у нас хороший вот видите на 6 манс 6 месяцев для нашего холодильника целых три три штучки взяли я смотрела 1 и 2 а не знаю сколько будет она стоить если три штучки но это очень хорошо это на полтора года получается у нас супла есть а это такие идут стекеры которые вы наклеиваете сюда и чтобы вам помнить когда нужно его уже сменить в каком месяце вот такие дела очень классно сейчас я пойду гляну старенький посмотрю как он выглядит интересно то же самое или нет вот видите горит красная ватер фильтр вот это значит что нужно уже заменить ну и вот он здесь прям самом-сам на первой полке стоит в холодильнике вот он да окей сейчас его попробую достать открутить так он откручивается легко увидите какой немножко они отличаются но это точно такой может быть но пикчер и другой да как бы рисунок а так оно все одинаковое одинаковые для холодильника g и апплайенс с и здесь тоже написано g и так что я думаю что оно тоже пойдет он друзья чистит воду нам нас вода получается подключена к холодильнику у нас сюда или свежая вода и холодильник тоже делает всегда лед вот поэтому очень у нас с воды нету она даже перестала литься потому что нужно заменить уже фильтр так что такие дела очень очень я рада что не пришлось нам покупать фильтры очень хорошо у нас очень хорошие друзья хозяин но не сам хозяин этого дома а вот менеджер кто смотрит нашего хозяина это том получается а вот через как бы компанию наш хозяин сдает свой дом получается так и и очень хорошо 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 они здесь все делают мне нравится быстренько не отвечают сейчас я разговаривала с ними по моему вчера то он не он на этот лендлорд до хозяин как бы говорит что ну менеджер в компании говорит что послал своих этих самых рабочих здесь из-за шторма очень много как бы повредилась домов крыши там все такое и вот они работают над домами здесь в южной каролине вот что здесь такая просто наклеечка и все снимаем смотрю что черный такой типа как здесь сделан этот самый типа уголь или что который очищает точно как вот в кофеварке фильтр то что я вам друзья показывала так что здесь написано интересно очень просто вообще как я рада целых три штуки ай-яй-яй-яй-яй так не хотела это покупать как бы можно было купить но просто всегда можно спросить знаете это шландлорд это их не дом все должно сдаваться правильно чистенько все хорошо ну ка момент правды мамы так чуть как американцы любят говорить подойдет не подойдет потому что я им данные дала холодильника мне интересно подойдет или нет в общем друзья они неправильно купили фильтр так ждала чтоб они купили нормально фильтры посмотрите здесь вообще очень легко вот так просто закручивается но держится видите здесь такие вот штучки вот или неправильно я пострела на здесь модель какая и вот здесь у нас здесь написано да так что такие вот дела нужно будет ему написать чтобы он высыл другие нам ай-яй-яй вроде так висит но он видите он слабо это должен нормально висеть не будет так работать а может и будет сейчас посмотрю я туда его поставила все здесь написано нажать и подержать 3 секунды сделать ресет значит она должна как-то перепрограммироваться чтобы начать работать а смотрите перестала гореть и значит все или нет почему-то красный сейчас проверим будет вода течь или нет она должна нормально видите течь она немножко потекла и сейчас вообще ничего нету так что так все будут новые нам присылать что ребята вот что значит мужчина пришел и сделал друзья сделал вася все-таки он как-то там покрутил перестала лампочка гореть поставил он фильтр он очень хорошо встал вот видите не вертится не туда не сюда очень-очень плотно стоит сразу пошла вода все работает сейчас посмотрим как он будет работать просто здорово все классно а я хотела уже звонить писать этому самому лендлорду чтоб он присылал другие фильтра так что вот так все значит у нас сейчас сентябрь нужно будет его поменять где-то в марте месяце очень здорово сегодня что мы будем делать доделывать машину сейчас я фильтры эти здесь сложу у нас закончилось молоко нету молока нету яиц уже все что купила мы скушали нужно купить молока кремер яйца такое вот что-то да фрукты овощи опять и самое такой важный хлеб нужно взять потому что нету и блинчики на завтрак тут ваша с машины притащил кремера который он заезжал обычно заезжает макдональдс каждое утро там в себе берет кофе когда есть работать ну или мы когда вместе с ним тоже ездим то очень вкусный у них кремер макдональдский хороший оставили эту черную пластмассу вчера в субботу просто ее помыли со шлангой там знаете как бы внутри есть такие дырочки туда вот вода затекла то мы просто прислонили вот сюда к забору чтоб она на солнце высыхала с двух сторон помыли от обдали ее этим самым мылом потом прошер вашером просто смыли и все нету ни запаха ничего все выветрилось там очень здорово знаете мой как парит жарко жарко ой уже конец сентября скоро будет уже октябрь 1 октября у вас и будет день рождения 23 октября надеюсь что не будет он в рейсе в этот день можно будет отпраздновать что-то сделать либо дома либо просто сходить куда-то покушать красивенькое место как друзья мне нравится здесь вообще еще я не знаю что я буду с этими вот делать очень жаль что так они полегли у нас после шторма это конечно уже будет мы будем отвозить на ресайкл у нас здесь есть как в америке здесь такая штука есть как свалка или что лендфилл называется туда можно сдавать холодильники поломанные матрасы всякое дерево фанеры там все такое допустим да если вот эти самые обрезки там трава деревья то обычно складывается все в черный пакет вот так и просто ставится возле дороги как я вам уже рассказывала удивительно просто цветочки держатся друзья то бываете утром прихожу они все падают представляете как-то ночью они расцветают вот а утром прихожу и тут уже ничего нету они все внизу тут лежат скорее всего друзья я наверно просто обрежу их те которые вот так полегли и все очень жаль но ничего не сделаешь не хочу я их ставить так и привязывать тут чем-то ой тут маленькая калибри вон летает вон полетела у нас тут их очень много красивенькие такие птички вот так придется все пообрезать пока сейчас не хочу очень жарко пойду посмотрю что там делает вася зонт нужно будет выставить на дорогу такие вот большие вещи их не надо упаковывать в пакеты вот просто ставите когда выставляете зеленый ресайкл просто рядом возле дороги ставите и все они запирают а большие такие вещи как вот холодильник там матрасы там еще что-то телевизоры использованная краска которая старая которую вы красили допустим стенки тоже можно сдавать вот чудочка малое такое смотрит что-то использованное масло моторное тоже можно сдавать фильтра от машины тоже это куда мы ездили на большое такое место то ресайкл что можно сдать вознесение произошло мужа нет одни шлепки да хочу друзья вам вот что еще показать это после нашего этого самого урагана у нас видите что смело то есть не смело сломался этот фонарь видеть у нас очень сильный ветер и он просто упал вот так повис и висит так что нужно его будет сделать тоже думаю же сами мы сделаем я не буду вызывать мейтенансов просто 1 1 1 минута и все еще друзья что я хотела сказать у нас был термостат который работает ну здесь когда вот мы заселились он называется вайс он работает через приложение на телефоне вы можете лежать в кровати и настраивать температуру которая вам надо в доме и он работает через вайфай и получилось так что получилось так что он у нас помните здесь был черный да сейчас нам сделали но вы сюда поставили вот сняли вот эту штуку она была вот так у нас и сделано наш лендлорд вызвал компанию по установке кондиционеров и хитров он просто пришел и сделал новую поставил потому что здесь требовался тюпойнт фор и тези я не знаю ну короче коннекшен такой который немножко послабее чем у нас у нас 5g ну короче он не мог соединиться он просто не срабатывал с тем интернетом который у нас был и человек пришел вот и говорит будет 150 долларов стоить я говорю здрасте говорю вас вообще сюда вызвал человек наш лендлорд говорит окей сейчас пойду позвоню спрошу вот пришел поговорил машине ну парень может я не знаю может ему где-то 28 лет вот так 25 и говорит что я пойду поговорю и позвонил лендлорду и он говорит что ну ваш хозяин все заплатит сам все это он вызвал да это так я говорю ну вот и прекрасно короче совершенно новую штуку поставили чтобы без вайфая она работала потому что то просто не срабатывала сейчас покажу друзья которая у нас была раньше здесь было встроено и лендлорд говорит будьте выезжать можно эту штуку забрать вам с собой потому что он он сам потом поставит сюда совершенно другую новую что штуку для новых людей так что мы здесь вот подкрашиваем нужно подкрасить вот это потому что и до сюда стояла вот такая пластмассовая штука у нас было вертикально получается это более горизонтально сделано нужно протереть очень легко она управляется все очень классно была вот такая вот видите вайс она через телефон просто работала тоже вроде хорошие но вот так стоит она около 200 долларов на амазоне я смотрела термостат вот такие дела так все работаем мы все делаем здесь новая нос фанера а здесь у нас это самой стенки вот которая отделяла там где стоял груз и комната да вот такие дела ну и вот мое блюдо друзья которое я готовила у нас сейчас обед пол третьего и здесь у меня кабачки зеленый и желтый рыба треска в сухарях и чечевица очень-очень вкусно ванька сейчас тоже нас обедает чечевицей вчера он кушал борщ все 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 съедает вася тоже друзья очень понравился борщ вообще он любитель всех различных супов это вообще очень русский человек все есть с хлебом и кушает супчики красота ванька скушал свою порцию тоже чечевицу и заедает сухариками добрю же такой маленько вкусно на окно что давайте я вам быстренько пробегусь покажу вася поехал в магазин сегодня и купил все сам то что я попросила и это самое осталось и сделала монтировку видео для вас так мы взяли 60 яиц это белые обычные large x x большие так не знаю я цену сколько все стоит поэтому так half and half это сливки большая упаковка для кофе я нахожу что вот это самый самый лучший друзья кефир для чтобы делать творог молоко быстро очень прокисает именно с вот этим вот кефиром другой что маленькой зеленой крышкой узенький помните я покупала но немножко мне кажется медленно процесс ушел то кефир это очень хороший так потому что здесь у нас черри джу стопроцентный здесь у нас раз два три четыре пачки вот такой вот моя любимая еда так это что у нас бегал с на утро с плавленым сыром с крим чизом мы его жарим в тостер вон там до возле чайника то что стоит и с кофе очень вкусно потом маленькие такие вот тортики тоже не очень друзья вкусные не знаю их не цену тоже хлеб рустик так итальянский бренд тоже он очень вкусный похож на русский наш хлеб блинчики снова 24 штучки у нас сок манго и персик стопроцентный сок здесь у нас молоко вася по дороге от пил уже и и у нас галлон молока и у нас еще один галлон молока так с одного я буду делать творог другой у нас пойдет для кофе так просто пить вася меня очень пьет много молока я тоже очень люблю молоко и молочные продукты особенно творог очень очень люблю кефир ужасно не люблю 8 не заставляет его пить поэтому так что тут у нас у нас across не читает просто это с со свининой подогреваете быстренько блинчики на утро очень вкусно не с фаршем с со специями здесь у нас соус обычный сладко кислый вот это да сас сейчас покажу у меня есть тоже в баночке вот такой вот тоже самый соус он и там тоже для и кросс для курица так так дальше что бекон на утро я очень люблю с яичницей и с блинчиком очень вкусненько сиропом а что это он взял лаур саудин гликин надо было то другой который я беру он такой толстый секс лайст и он не лаур саудин обычный ну ладно тоже копченый так это мне для радости для полного счастья так конфетки и сметана но это все сейчас я буду это все раскладывать и буду делать друзья котлеты разморозился здесь у меня это самая куриная грудка так что сейчас я быстренько порублю это и пожарю котлеты что ребята у нас уже стемнело вася все еще в гараже а я здесь нашла очень вкусный такой рецепт у меня здесь куриная грудка я ее разрезала здесь я использую две просто порубила с помощью ножа и буду делать котлеты так по рецепту рецепты в гостях у вани него смотрю мне очень нравится как он готовит у него достаточно очень много подписчиков уже почти 2 миллиона очень простые очень вкусные у него рецепты так он друзья использует просто две куриные грудки добавлять либо сметану либо майонез и не две вещи соевый соус чеснок чеснок я еще сюда положу сначала друзья я ее нарезаю на просто тонкие полоски потом на кубики и просто прохожусь ножом очень очень хорошо вот так окей называется рубленые котлеты я думаю друзья вы знаете этот рецепт уже не делали то есть делали уже не один раз так что вот такие дела у нас уже 8 час вечера и захотелось сделать котлетки у вас получится вот такой вот мелко-мелко порезанный фарш также я проделываю это с остальной грудкой я ее сначала разрезала на две части видите одну я уже туда порубила то есть полторы и еще одна осталась у меня так сейчас я эту тоже порежу и всю половинку лука сюда окей весь не надо одно яйцо сейчас и вот друзья этот рецепт я хочу попробовать потому что он очень выглядит простым я хочу посмотреть получится ли у меня так как у меня нож друзья очень простой мне нужно купить его получше поострее так что я сделала порезала филе как можно мельче и порубила как я смогла с помощью с этого ножа так сейчас посмотрим рецепт рецепт невероятно вкусных сочных рубленых куриных котлет без мясорубки мелким кубиком нарезаем на ароматной луковой доске нарезаем куриную грудку раскрывая как книжку вначале нарезаем на длинные полоски а затем на кубики прохожусь ножом по мясу как веером а пропорции очень простые 2 куриные грудки пол луковицы и одно яйцо ваш получается идеально для котлет даже молотый черный перец крупная соль по вкусу сушеного чеснока для сочности майонеза либо сметаны и немного своего соуса в этот рецепт котлет я не добавляю ни сухариков и муку получается великолепные хорошо нагретая сковорода подсолнечное масло помощью ложки отправляем на сковороду так что друзья сухарей не будет сушеного чеснока тоже у меня будет я заменю его на свежий так и что там еще все так все сейчас мы дальше делаем я пожарю и покажу как они получились все я положила сюда соевый соус и вот так вот все она выглядит его очень хорошо перемешала использовать друзья кастрюлю старую потому что вы уже знаете кто у меня уже давно на канале а если кто новенький то мы только друзья переехали вежную каролину и у меня ни одной нету глубокой миски для салатов либо для замеса так что все сейчас будем готовить так могу сказать что некоторые держатся некоторые видите с края распадаются поэтому друзья если вы будете так делать этот рецепт то рубите помельче а так принципе очень хорошо очень быстро мне нравится такой рецепт вас можно сюда свежую зелень добавить любую будет очень очень вкусно добавила я друзья майонез вместо сметаны потому что я думаю что это на самом деле будет лучше и вкусного так вот они у меня выглядят очень очень вкусненькие я уже отщипнула здесь кусочек смотрите видите они держатся нормально так что буду так вот делать я думаю готовить масло друзья я меняю потому что на этой сковороде второй раз если жарится что-то некрасиво выходит поэтому вот так получается очень очень правда вкусные очень мягкие они мне очень понравился рецепт класс горячие такие это как по-английски по-американски называется chicken carries похоже из двух грудок до куриных они у меня достаточно были большие у меня друзья получилось 24 котлеты последняя порция здесь жарится и еще одна вот здесь осталась так что вот так очень очень мне понравился этот рецепт буду я готовить и я хочу отварить просто картошки я и почищу пополам разрежу и отварю если поедем завтра на работу то у нас будут котлеты и картошка в рейс я имею ввиду